приветствую вас дорогие друзья на своем канале сам себе бензомастер ремонте вот такая бензопила проблема заявленная не работает стартер судя по всему здесь не стартер не работает а заклиненная поршневая давайте все-таки посмотрим из-за чего она не прокручивается снимаем конечно защиту эту верхнюю крышку мы снимаем для того чтобы нам обеспечить доступ цилиндр будем мы откручивать глушитель будем мы откручивать карбюратор цилиндр и смотреть сразу же мы увидим может быть конечно что-то попало под магнита между магнита и катушкой раз мы это все увидим бывает такое что попадает винт или какой-то металлический предмет на магнита попадает между катушкой и самим магнита сейчас мы проверим мне не нравится здесь как магнита с перекосом стоит возможно что открутился винт сейчас будем смотреть вернее гайка открутилась которая крепит магнита и соответственно вот такое произошло такое тоже бывает если на производстве не затянули хорошо гайку магнита сейчас мы это все проверим проверим вот эту вот гаечку гайка хорошо затянута поэтому делаем разборку дальше открываем снимаем глушитель и смотрим на поршневую так мы продолжаем видео снимать глушитель и смотрим как ни странно поршневая чистая значит проблема не в этом попробуем открутить катушку и посмотрим будет ли вращаться без катушки такая поршневая в принципе может быть чистая но заклиненная по причине того что выпало стопорное кольцо такое бывает если на производстве при сборке допустили ошибку и не проверили как стоит стопорное кольцо но сначала мы будем прежде чем лезть в саму поршневую мы попробуем исключить промежуточные варианты поэтому я вот сейчас снимаю катушку и пытаюсь понять что же произошло почему она не вращается если с получится тогда уже однозначно открываем саму поршневую вот смотрите вот теперь теперь все вращается соответственно я проверяю как оно проверяю на состояние поршневой поршневая чистая задиров на ней нет теперь надо посмотреть все таки посмотреть почему почему такое произошло из-за чего начала тереть магнету небольшое есть биение коленвала возможно что это из-за коленвала но все таки давайте мы с вами посмотрим как магнита на своем ли месте она стоит поэтому я зафиксирую поршневой веревкой зафиксирую с узелками и открутим магнита если там все нормально попробуем выставить зазор в катушке зажигания и завести посмотреть как она будет работать если коленвал небольшое биение то в принципе как бы она будет работать ничего страшного не произойдет если биение достаточно сильное то надо делать замену коленвала сейчас посмотрим достаточно сильно затянута эта гайка я не могу даже ее открутить сейчас будут надставку брать вот удлинитель взял такой вот ключа и сейчас вот она и пошел магнита сидит на конусе поэтому очень сложно бывает иногда его снять у меня есть специальная съемник но можно можно пытаться его сбить для этого вы накручиваете гайку заподлицо либо берете керн и посередине предоставляю с кем-то чтобы вам помог чтобы стучал по ценку либо гайку и надставочку надставочку из мягкого металла у меня есть вот такой вот съемник которым я и снимаю магнита то есть я его сделал такой я поджимаю и по центру чуть-чуть начинаю вот так вот подступить магнита я сорвал смотрю здесь проблем как бы нету проблем нету шпоночный паз целый шпоночный паз целый поэтому я поставлю это все на место ну и буду выставлять наверное все таки зазор в катушке зажигания будем пробовать вот я хорошо зажал достаю шнурок и конечно биение серьезное биение серьезно но посмотрим вот мог быть резкий удар то есть когда работали что-то попало под цепь был резкий удар соответственно произошло резкая остановка бензопилы и коленвал получил несоосность давайте попробуем все таки я думаю что все получится все получится под регулируем зазор и посмотрим может кто-то скажет что я ерундой занимаюсь что надо менять однозначно коленвал может быть вы будете и правы вот я поставил между магнита и катушкой зажигания визитную карточку для того чтобы выставить правильный зазор вот сейчас посмотрим будет ли она где-то цеплять или не будет цеплять она не цепляет поставим на место стартер ну и попробуем ее завести ну и попробуем ее завести все сейчас вращается проверим проверим если бензин бензин есть ну что давайте попробуем с вами ее завести так карбюратор здесь без фиксации газа кнопка выломана ну чтобы ее завести вот так вот отвертку мы сюда фиксируем газ вот так вот вставляем отвертку фиксируем газ и сейчас будем пробовать ее заводить закрываю заслонку дроссельную и соответственно вот она чихнула сейчас пробуем ну в принципе мы ее реанимировали то есть здесь биение небольшое биение вибрации не чувствуется вибрации не чувствуется зазор я поставил все работает хорошо в принципе пила будет еще работать ну думаю что она теперь уже будет работать хорошо и долго вот поэтому я сейчас поставлю обратно защиту вот эту вот защитную крышку соберу пилу и в принципе будет она работать так вот я все это сейчас закрываю вот ставлю тягу воздушной заслонки и закрываю и попробуем ее еще раз завести когда она уже будет в собранном состоянии когда закручиваете смотрите чтобы провод который идет на выключение тумблеру не попал под корпус иначе иначе со временем замкнуть на корпус и у вас заводиться пила не будет не будет просто искры так как низковольтный провод он будет замкнут на корпус низковольтный провод катушки потому что тумблер который включает и выключает на самом деле при включении когда вы включаете он работает на размыкание цепи низковольтной соответственно тогда у вас есть искра если он замыкается или не работает тумблер остается в замкнутом состоянии то соответственно искры нет искра уходит на массу так вот я закрываю вот это из той серии когда надо показывать все потому что бывают разные случаи вот как в данном здесь заклиненная поршневая но поршневая была заклиненная скажем не совсем поршневая просто магнета в катушку уперлась поэтому не делаем сразу же преждевременных выводов а проверяем постепенно исключая одно другое вот сейчас я ее закрываю и попробуем еще раз ее завести давайте все отлично пила будет работать все вам спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомастер будем разбирать с вами разные случаи поломок и пытаться их устранять вместе все до новых встреч на моем канале сам себе бензомастер